Сегодня в Ак-Тюбе представили цифровую платформу, которая позволяет отслеживать работу различных проектов. Три новых бокса по проекту «Бумеранг Добра» планируют установить актюбинские волонтеры. В региональном университете имени Жубанова состоялся пленум Совета ветеранов области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По западе страны резких изменений температуры воздуха не ожидается. Уже несколько суток Ак-Тюбе тонет в лужах. Дождливая погода превратила множество улиц в полосу препятствий. А там, где нет тротуаров, пешеходам особенно трудно передвигаться, не замочив ног. Дайон Гамазе круглый год утопает в ямах. В дождении наполняются водой. И проезжающие машины забрызгивают людей на остановках и просто мимо проходящих. Здесь, на улице Гастелло, минувшей зимой и весной был ремонт газопровода. Были раскопаны некоторые участки, которые потом засыпали землей. Я думаю, что тротуары нужны не только в старой части города. Тротуары нужны и везде нужны. Потому что что на Батасе, что в Нус-Сити, что в центре города. У нас, хотя тротуары только, наверное, по Волхархана более-менее приличные. Да, невозможно ходить, потому что вода кругом. Надо все дороги и ливневки ремонтировать. Похожая ситуация и по улице Олиханова. Там есть множество ливневок, которые сейчас переполнены. Местные жители надеются обратить внимание коммунальных служб на состояние тротуаров, так как в дождь они утопают в лужах. А еще в Ак-Тубе немало улиц, на которых асфальтированные тротуары отсутствуют вовсе. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Второй день в Ак-Тубе идут проливные дожди. Дороги размываются буквально на глазах, говорят опрушенные сегодня актюбинцы. Среди дорожных луж водители поджидают неприятные сюрпризы в виде ям, которые очень сложно заметить. И такая игра в угадайку у водителей происходит как в периферийных районах, так и в центре города. В период дождей в Ак-Тубе по традиции сложности в передвижении стали возникать не только у пешеходов, но и у автомобилистов. Улица Алтенцарина, которая ведет к городскому Акимату, с каждым днем превращается во все большее решето. И не только на улице Алтенцарина сейчас водители начинают лавировать между полосами движения, чтобы хоть как-то преодолеть отрезки с ямами и ухабами. Несмотря на уже стартовавший ремонт дорог в нашем городе в этом году, во время дождей результатов этих работ незаметно. И про автомобильные, и про пешеходные я скажу, что это позор. Потому что я выросла в советское время. Какой у нас был чистый, красивый город. Асфальт, если его ложили, он без всякого ремонта, десятилетиями лежал. А сейчас что мы видим? Везде все побитое, разбитое. Что сделают, заделают, тут же оно ломается. Дороги везде, особенно на Москве, там лужи не пройти. Наши дороги вообще не делаются. Лужи, ямы, вода, вот эти спускные, вот эти арыки, они не чистят никого. Коммунальная служба этим не занимается. В том районе, где вот фотографии, планетарий, вот это вот, вы знаете, на той стороне сбоку, там растет вот этот лопух, который растет возле речек. Это надо такая запущенная территория. Там должен быть нормальный пешеходная дорожка. А там что, там уже лопухи растут, это вопиюще. В дождливую погоду в нашем городе водители могут спокойно ехать по прямой только на единичных улицах, таких как проспект Абулхайрхана и Али Малдагуловой. Но на других участках яма, скрытая в луже, может поджидать водителя где угодно. Влад Рогушев, программа «Факт». Сегодня в Ак-Тубе представили цифровую платформу, которая позволяет отслеживать работу проектов в разных сферах. Сейчас на платформе зарегистрировано более 700 проектов. Презентация прошла на заседании инвестиционных возможностей. Ежегодно в регионах разрабатывают и запускают множество проектов, требующих больших финансовых вложений. Отслеживать текущую работу тоже нужно вовремя, чтобы не было препятствий к завершению ремонта или строительства объектов. В том числе и для этого в стране работает национальная цифровая инвестиционная платформа. Мы сегодня уже в боевом режиме действует национальная цифровая инвестиционная платформа, которую мы сейчас презентовали, посмотрели. Уже все регионы загрузили свои проекты. 704 проектов на сумму 32 триллиона тенге с созданием 130 тысяч рабочих мест уже реализуются в этой платформе. И там есть дорожная карта, светофор. Те действия, которые немного опаздывают, они сразу высвечиваются в светофоре красном. И все государственные органы, обращая на это внимание, помогают быстрее завершить этот проект. Платформа работает в онлайн-режиме, объединяет разные субъекты бизнеса, госорганизации и другие ответственные стороны. Проекты фиксируются в базе. Если проявляются проблемы или вопросы, то платформа отображает эти нюансы. Национальная цифровая инвестиционная платформа уже запущена. Она сейчас проходит государственную регистрацию, сертификацию. И 704 проектов со всех 20 регионов Казахстана уже загружены, и она будет расти. Мы ожидаем, что бизнес через Атамикен, через Казахинвест, Акиматы, центральные госорганы, через посольства, которые там встречаются, инвестора, все они будут загружать в эту систему проекты. Благодаря цифровым технологиям можно реализовать проекты быстрее. Специалисты отмечают, что это очень эффективная площадка. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Три новых бокса по проекту «Бумеранг Добра» планируют установить активистские волонтеры в местных торговых центрах. Вот уже три года сбору вещей нуждающимся, но в этот раз активисты решили включить спектр сборов и продукты. Сегодня волонтеры через нашу редакцию обратились к предпринимателям города, чтобы попросить помощи в предоставлении локаций для установки новых агрегатов. Сейчас мы хотим сделать дополнительное обращение к предпринимателям. Возможно, кто-то согласится дать свое разрешение на установку данных боксов в трех локациях города Актибе. Потому что сейчас как раз таки фонд помощи «Продуктовая корзина» уже будет целесообразно, в полной мощи работать по своему направлению, помогая нуждающимся семьям продуктовой помощью. Новые боксы были заказаны активистами фонда «Продуктовая корзина». А финансово в этом деле им помогли сотрудники компании «Казхром». Создание трех боксов обошлось в 240 тысяч тенге, рассказали волонтеры. С помощью таких вместительных контейнеров они планируют собирать продукты питания первой необходимости, которые потом они будут распределять в своем социальном магазине. С фондом уже тесно сотрудничают 20 школ города, детские дома и кризисные центры. Уже действующие два вещевых бокса фонда три года назад были установлены в торговых центрах «Октюбе-мол» и «Октюбе-ожары». Еженедельно в них отдают около 9 тонн вещей, сообщили активисты. Проблемы распространения лудомании, наркомании и мошенничества среди молодежи обсуждали сегодня «Октюбинские ветераны». В региональном университете имени Жубанова состоялся пленум Совета ветеранов области. Кроме проблем молодежи, собравшиеся обсудили и текущий уровень вовлечения пожилых «Октюбинцев» в социальную жизнь города. В частности, были подведены промежуточные итоги общереспубликанской программы «Даникер». В Казахстане члены Союза ветеранов и сотрудники судов реализуют уже более пяти лет пилотный проект «Даникер». Согласно данному проекту, ветераны могут выступать в роли медиаторов при решении гражданских споров, по аналогу биев казахского ханства. Предварительно они проходят обучение по паровым вопросам у профессиональных медиаторов и получают сертификат. В нашей области работа ветеранов-медиаторов стабильно налажена пока в Октюбе и Мугалжарском районе. В Астане стартовало заседание правления Делового совета ШОС и бизнес-форум организации «Передают спутник Казахстан». Он проходит по традиции под председательством национальной части Делового совета ШОС от Республики Казахстан. На заседании правления Делового совета ШОС планируется обсудить вопросы деятельности Делового совета «Перспективы дальнейшего сотрудничества» указывается в сообщении на сайте организации. Кроме того, на встрече планируют представить новые проекты, определяющие направление деятельности Делового совета ШОС и его структур. Кастак сообщает. Остановку сразу четырех энергоблоков Экибастузской ГРС-1 подтвердили Министерство энергетики Казахстана. 28 июня в 5.24 произошло технологическое нарушение в ТОЭКе Бастузской ГРС-1. В результате были остановлены энергоблоки 2, 3, 4, 7. Станция снизила генерацию с 2080 мегаватт до 320 мегаватт. В настоящее время в работе энергоблоков 2, 4, 8 генерация станции составляет 971 мегаватт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков. Комитетам атомного энергетического надзора и контроля начато расследование по технологическому нарушению, сообщили при службе Минэнерго. Костак сообщает, пропавшая два дня назад девочка-подросток найдена мертвой в Костанайской области. Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки. В настоящее время проводятся все необходимые естественные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили при службе департамента полиции Костанайской области. Подросток пропал 26 июня. Костак сообщает, подозреваемый в смертельном наезде на полицейского задержан в области Абай. Полиция задержана во дворе в изоляторе именного содержания, совершивший наезд на пешехода в городе Аегус, который скончался на месте ДТП, сообщили при службе департамента полиции региона. По факту начато досудебное расследование. Костак сообщает, работник станции технического обслуживания получил ожоги при пожаре грузового автомобиля в Таразе. С места пожара вынесены четыре газовых баллона. Причина пожара устанавливается. Костак сообщает, подозреваемый в покушении на убийство экстрадировано в Казахстане из Южной Кореи. Сообщается, что указанное лицо в марте 2022 года Туркестанской области вступило в словесный конфликт с насельчанином, который перерос в драку. В ходе потасовки подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевшему удалось спасти в связи со своевременно оказанной медицинской помощью, говорится в сообщении. Подозреваемый скрывался на территории Республики Корея в июне 2024 года и был задержан. Спутник сообщает, комиссия предпрезидента Казахстана рекомендовала отказать помилование бывшему руководителю комитета нацбезопасности Кариму Масимову. Об этом сообщил депутат Марат Башимов, возглавляющий комиссию. Помиловать или нет, это исключительно решит президент. Мы как представители комиссии по помилованию можем рекомендовать. Мы рекомендовали не ходатайствовать помилование, подчеркнул он. Рекомендация комиссии направлена президенту, добавил Башимов. Напомню, 10 июня экс-глава комитета нацбезопасности Карим Масимов ходатайства по милованию подал Тукаеву. По данным КМБ, он остается под стражей в следственном изоляторе в Астане. Именно оттуда он направил ходатайство на имя главы государства в марте. Карим Масимов находится под следствием по статье «Легализация денег и нового имущества, полученных преступным путем», и по статье «Получение взятки в особо крупном размере» Уголовного кодекса Казахстана. В апреле 2023 года суд в Астане приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий. КАСТАК сообщает, казахстанские депутаты ушли на два месяца на парламентские каникулы. «Нами заложена основа для дальнейшей законотворческой работы». Касым Жумар-Тукаев дает положительную оценку в работе парламента. В следующей сессии мы должны не отставать от этого темпа. Основным приоритетом остается реализация предвыборной программы президента. «Продолжим работу по формированию правовой основы новой экономической модели страны», сказал на закрытии сессии спикер Мажелиса Ерлан Кушанов. КАСТАК сообщает, президент Касым Жумар-Тукаев поздравил журналистов Казахстана с Днем работников средств массовой информации. Сообщает, прислужба аккорды. Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законов интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства, говорится в поздравлении Тукаева. «Вы показываете пример подлинного профессионализма, за дня в день обеспечивая граждан достоверной оперативной информацией. Верен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемирно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей, желая вам благополучия, успехов и творческого вдохновения», добавил Тукаев. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Сегодня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Актюбинский областной масляхат поздравил журналистов с их профессиональным праздником. Сегодня в областном музее искусств чествовали известного актюбинского художника Женебека Есенбулова. Авиасейлский областной масляхат поздравил журналистов с их профессиональным праздником. Культура начинается с чистоты, а чистота начинается с выбора. Присоединяясь к общенациональной акции «Таза Казахстан», вы делаете выбор в пользу природы. Ведь вклад в чистый Казахстан – долг каждого из нас. «Таза Казахстан» – это наш выбор. «Таза Казахстан» – это наше будущее. «Таза Казахстан» – начни с себя, вдохнови других. Авиасейлский «Таза Казахстан» – поиск дешевых авиабилетов. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Сегодня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Этот праздник отмечается более 30 лет и подчеркивает роль медиапространства в общественной жизни страны. Сотрудники СМИ работают, не покладая рук информации о любых событиях. В Казахстане всегда должна быть достоверно донесена до зрителей или слушателей. Поэтому ответственность работы в этой сфере превыше всего. 28 июня 1991 года был принят первый казахстанский закон о СМИ, который назывался «Закон Казахской ССР» о печати и других средствах массовой информации. Поздравляю наших журналистов. Молодцы, хорошо работаете. Желаю вам всех благ и всего, что есть хорошего. Я Редюшаку, Кунгулем здесь. Да, конечно, поздравляю. Журналисты помогают нам знать обо всем и всегда вовремя. Процветание средством массовой информации. По КТК смотрю развлекательное шоу. Ну и новости любим, телевидение любим. Под СМИ принято понимать социальный институт, обеспечивающий сбор, обработку и распространение информации. Информация предназначена для большой аудитории и отличается быстротой регулярности распространения. Самое важное для работника СМИ – это быть преданным своему делу, выдавать правдивый материал и постоянно развиваться, чтобы выполнить свою работу на отлично. Камирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Октюбинский областной Маслихат поздравил журналистов с их профессиональным праздником. Были отмечены достижения трудовой заслуге корреспондентов телевидения и газет нашего региона. Большое вам спасибо за совместную работу. Всегда приходите на наши сессии. Сондахтан, еще раз хочу вас поблагодарить, пожелать главной здоровья и самое главное, чтобы было благополучно в семье. Когда у человека дома все хорошо, то человек на работу приходит с удовольствием работать. Никаких проблем не должно быть. От областного Маслихата в адрес журналистов прозвучали слова благодарности за содействие. Корреспондентов телеканала Рика ТВ и местных газет наградили благодарственными грамотами. Он перенес культуру казахского народа на холст. Сегодня в областном музее искусств чествовали известного актюбинского художника Женебека Исенгулова. Ему на днях исполнилось 60 лет и за свою более чем 30-летнюю карьеру Женебек написал сотни картин, отражающих культуру и быт казахского народа. Картины нашего земляка выставлялись как в Казахстане, так и за рубежом. На выставке было представлено 23 работы разных жанров. Кроме того, что наш юбиляр – художник и дизайнер, он также является скульптором и преподает свое ремесло в университете имени Жубанова. У меня картины для того, чтобы в национальном стиле не терять то, что есть у нас. Хотелось запечатлеть в этой картине, что будущие молодежи смотрел на эту картину и узнавал то, что наш быт, обычай. Женебек Есенгулов родился в селе Муголжара, Ктюбинской области. В 1993 году окончил художественно-графический факультет Кокшетауского педагогического института. В тот же год написал свою первую картину под названием «Мысль». Поздравить художника с днем рождения сегодня пришли его коллеги по цеху – сотрудники Акимата, преподаватели университета Жубанова и просто ценители искусства. Вот уже более 30 лет Женебек Кутыкужаевич продолжает через свое творчество делиться знаниями и опытом современниками, продолжает традиции казахстанского изобразительного искусства. Как рассказали в Музее искусств, картины Женебека Есенгулова, выставленные в США и Японии, способствовали укреплению международных культурных связей и распространению представлений о казахском искусстве в целом. Выставка его работ в Музее искусств продлится до 28 июля. Влад Рогушев, программа «Факт». В Шемкенте стартует строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей, сообщает Вести Киезет, со ссылкой на мета. Рейтинг с Киезет «Первый камень» был построен в 1969 году, он вмещает 20 тысяч человек и является домашней ареной местного орда Басы. На данный момент самым вместительным стадионом в Казахстане является Астана-арена – 30 тысяч зрителей. В сезоне 2023 шемкенцы впервые в своей истории стали чемпионами страны и выступят в квалификации Лиги чемпионов. На улице лето, а у нас минус 70. Мебель со скидкой до 70% на грандиозные распродажи в салоне «Диван-Диваныч». Гостиные, спальни, мягкая мебель, столы и стулья, офисная мебель, производство ведущих фабрик России и Беларуси. И со скидкой до 70% только летом в салоне «Диван-Диваныч». Спешите купить качество с выгодой. Ждем вас с 9 до 18.00 без перерывов и выходных. Теперь по новому адресу. Проспект Кенесонокино, 14А. На завтрак, на обед и ужин, какой бы вкус вам ни был нужен, из всех столовых «Октюбе» выбирайте «Коктюбе». Хоть для взрослых, хоть для ляль, вся еда у нас халяль. Для гурмана просто рай. 8 горячих выбирай. Европейской и восточной и домашней кухни точно. Чай или компот в подарок и парковка без запарок. Ждем вас с 9 утра до 10 вечера. И сам увидишь, как тебе еда и цены в «Коктюбе». Улица Улиханова, 35, вход через претропарк или кинотеатр «Локомотив». Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе «Медиагруппы Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300.